Я убежден о том, что это не техническое решение. 18 вопросов, 20, 24. На заседании Государственной Думы регулярно рассматривают с повестки дня 50-60 вопрос, причем это законопроекты. Это не препятствует Государственной Думе заниматься вот таким длинным перечнем вопросов. В данном случае речь конечно же идет о том, что убрать наиболее взрывоопасные, наиболее сложные вопросы, которые вызывают активный общественный интерес и негативный общественный интерес прежде всего. То есть речь идет о государственных заимствованиях. Ребята, мы самая богатая страна в мире, нам не нужно никакие внешние заимствования, нужно распорядиться тем, что у нас уже сейчас есть. По оценкам Делягина, это известный экономист, у нас примерно 10 триллионов денег лежит в заначке правительства. Один триллион денег только вот непосредственно на счетах остатки, на корс-счетах Министерства финансов и Центробанка. То есть денег у нас море на самом деле. Проблема заключается в неспособности распорядиться этими деньгами. Что касается иностранных заимствований, то никакой необходимости нет. И когда мне говорят о необходимости привлечения иностранных инвестиций, это вызывает у меня горький смех. Ребята, если вы сами не инвестируете в национальную экономику, как же вы можете ожидать, что разумные предприниматели извне пойдут к вам инвестировать в нашу экономику. А мало того, что не инвестируют, идут с протянутой рукой за рубеж для того, чтобы получить под какие-то бешеные проценты очередную порцию денег. Тем более, что нам их не дадут. То есть сама по себе идея госзаимствования, она порочна изначально. Очевидно, именно поэтому она и снимается. Точно также и вопрос о приватизации. Конечно, после той же воровской, бандитской, грабительской приватизации, которая была проведена в 90-х годах, сегодня общественное мнение настроено резко против любой приватизации. Понятно, что это будет очередная мошенническая схема, от которой выиграет небольшая кучка посвященных, но от которой проиграет основная масса населения. Утверждали о том, что если мы приватизируем государственную собственность, то эффективный частный менеджер гораздо более эффективно будет управлять этой собственностью. Ничего подобного не произошло. Ее, попросту говоря, сплошь и рядом разграбили, и ничего государство от этого не получило. Сейчас нам предлагают приватизировать наиболее доходные куски государственной собственности, как будто государство само не в состоянии получать доход с них. То есть это безумные идеи. Я думаю, что сейчас в правительстве идет борьба различных точек зрения. Хочется надеяться о том, что там есть здравомыслящие люди, которые препятствуют проведению этой приватизации. Приходится в очередной раз упоминать фамилию академика Глазио, который криком кричит о том, что нужно разворачивать в совершенно другом направлении. Этот путь мы уже проходили в 90-х годах, он привел нас на грань катастрофы сейчас. И я думаю, что вот отмена обсуждения этого вопроса на заседании правительства как раз и отражает тот факт о том, что и в общественное мнение, и в умах трезвомыслящих экономистов приватизация, связывается с катастрофой.